Здравствуйте! С вами канал Вкусной Огород Барнаул. Август. И сейчас хочу сказать несколько слов об интересном растении змей-головник. Вот кустик этой культуры. История змей-головника довольно интересная. Мне подарил семена один друг по интернету. И вот эти семена я получил и решил посмотреть, что представляет из себя это растение, вырастить. И потом уже решать, что дальше с ним делать. И получилось так, что вот на этом месте я разместил тоже очень интересное растение, чуфу. Вот эта чуфа. Посадил ее клубеньками. И получилось так, что чуфа что-то не торопилась всходить. Ну, я уж думал, что может быть совсем она не взойдет. Или еще что-то с ней может быть непредвиденные семена. Были магазинные. Уверенности в качестве не было. И вот я вот здесь, на этом местечко, и посеял змей-головник. Змей-головник посеял семенами. Это было в начале мая, безо всяких изысков. Посеял и, собственно, можно считать, что про него и забыл. Тем не менее, он взошел очень хорошо. Вот что значит качественные семена, полученные от друзей. И начал активно расти. Тут и чуфа решила всходить. И вот оказалось так, что и чуфа, и змеи-головник растут вместе. Но я не стал змеи-головник удалять. После того, как чуфа разрослась, решил все-таки понаблюдать за ним. Посмотреть, какие у него цветочки. Поскольку, в сущности, это неплохое декоративное растение. И вот змеи-головник к началу августа начал цвести. Куст разросся очень активно. Хотя, никакого ухода ему я не предоставлял. Но только иногда, совместно с чуфой, его поливал. Вот видно, что змеи-головник привлекает насекомых. Вот шмель прилетел. Старается, жужжит. Это значит, змеи-головник неплохой медонос. Поскольку шмель зря свои силы тратить не будет. Вот что-то тут активно собирает пыльцу, наверное. Симпатичное насекомое. И полезное, кстати. И вот змеи-головник сейчас растет. Пока к нему присматриваюсь. Вообще-то, отдаю предпочтение многолетним растениям. Но змеи-головник самосевом вроде бы неплохо. Тоже растет после того, как посеян на участке. Так что, возможно, ему тоже найду какое-нибудь местечко. Как бы то ни было, цветение змеи-головника я дождался. Уже примерно можно представить, как он выглядит. Он будет свести еще и дальше. Но сейчас уже ясно, что в сущности смотрится он не так уж и плохо. И на клумбе, возможно, найдет свое законное местечко. Вот такое растение змеи-головник. В любом случае, было интересно его выращивать. И теперь буду знать, что это такое. В конце пожелаю всем огородникам тоже не забывать про цветы. Выращивать их очень интересно. Всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.